Доброго дня всем! С вами канал Процветок, и я, травница Ольга Спиридонова, продолжаю делиться с вами секретами здоровья, природного здоровья, фитооздоровления, для того, чтобы это лето для вас было чуть здоровее, чуть счастливее. И авторские рецепты, которые я или где-то достала из каких-то достаточно древних, старых источников, или создала сама, совмещая народную медицину и официальную медицину фармации, а я по специальности провизор. Эти рецепты, которые помогли очень и очень многим людям, которые проверены временем, я дарю вам. Причем рецепты буквально из золота, которое можно взять из-под ног. Больше таких вот компонентов, которые мы выбрасываем, а они могли бы послужить нашему здоровью. Сегодня я вам расскажу про ботву моркови. Ботву, которая, в общем-то, часто идет на выброс. У кого-то там, может быть, курочком идет, у кого-то, может быть, каким-то животинком. Но чаще всего мы ее выбрасываем, не задумываясь о том, что ботва на самом деле не менее целебна, а где-то даже и более, чем сама морковь, чем корнеплоды, которые мы используем в пищу. Итак, ботва моркови. Чем она полезна? Сейчас, когда такое время, когда мы прореживаем грядки, и очень часто вот эти молодые зелененькие хвостики лишние, мы вырываем и выбрасываем. Не выбрасывайте. Это драгоценное сырье, которое поможет вашему здоровью. Его можно использовать и в пищу, его можно использовать и в лечении. Во времена наших бабушек, прабабушек морковной ботвой лечили геморрои, лечили варикозное воспаление на венах. Лечили бессонницу, растворяли и выводили песок и камни из почек. Улучшали зрение. Это, наверное, такая вот мудрость наших предков, которые понимали, что все есть лекарство. Надо только взять и использовать для своего здоровья. Каким образом мы можем использовать морковную ботву? Самый простой способ – собрать, высушить и пить как чай. Между прочим, морковная ботва входит в состав современных официальных чешских сборов для улучшения зрения, для очищения почек, которые продаются в аптеках. Уже это говорит о ее целебности, о которой мы, может быть, даже и не задумывались. И вот в этом плане необходимо иметь в виду, что тем более, если она у нас есть под ногами, собирайте ее. Разумеется, и у морковной ботвы могут быть какие-то свои противопоказания. Это может быть непереносимость, это может быть какой-то беременность, грудное скармливание, какие-то моменты. Но в целом она практически безвредна. Как еще мы можем использовать морковную ботву? Как вариант, ее можно использовать как съедобную зелень. Добавлять в салаты, добавлять в какие-то начинки, в пирожки, в чебуреки, в омлеты. Единственное, что помните, что морковная ботва, ну, совсем уже молоденькая, то она мягкая. А у подрастающей моркови, особенно если вот когда вы уже собираете ее после урожая, она бывает жестковата. Поэтому прежде чем ее использовать в те же салаты или в какую-то пищу, ее лучше пробланшировать. Опустить в подсоленный кипяточек и подержать там пару минуток. Таким образом она будет готова для применения. Вы можете ее использовать в фарш в количестве 5-10%. Берете для пирожков или для чебуреков каких-то, да, фарш мясной, рисовый, грибной. И туда вот такую измельченную, бланшированную морковную ботву добавляете. Если есть необходимость подлечить почки, если есть необходимость подлечить вены, если есть необходимость улучшить зрение, используйте ее всюду. И она вам очень неплохо пригодится. То же самое можно использовать утром. Омлет, например, с грибами, с помидорками и с нарезанной, ошпаренной морковной ботвой. Очень и очень вкусно и полезно, что самое главное. Из морковной ботвы вместе с, например, маленькими морковками, которые вы выдергиваете при прореживании на своих грядках, высушенных, можно приготовить масло. Высушиваете, заливаете маслом в соотношении 1 к 10, любым, подсолнечным, оливковым, каким-то кунжутным. Настаиваете, можете теплым маслом наливать, можете холодным. Если холодным, то там подольше, надо будет недельку, может быть, две недельки настаивать. Что у нас в результате получается? У нас получается масло, обогащенное каротиноидами, витаминами А. Это масло можно использовать также как в оздоровлении, так и в пище. Можете заправлять им салатом, можете добавлять его в творожок, можете добавлять его в какие-то еще блюда на нем готовить. А можете его ложечками, например, в чайная, столовая, десертная ложечка, на стакан кефира, простокваши использовать для того, чтобы очищать кишечник. Вечером пьете стакан простокваши с таким маслицем, обогащенным витамином А. Утром кишечник срабатывает как часики, выводя все шлаки. Также это масло можно использовать для ухода за волосами, для ухода за кожей. То есть оно убирает морщинки, оно питает подсохшую возрастную кожу. При втирании в кожу головы оно укрепляет корни волос, помогает противостоять выпадению волос и будут спящие волосяные фолликулы. Вот это масло, оно очень и очень хорошо помогает. Что еще мы можем сделать с морковной ботвой? Собрать ее, высушить и измельчить. И приготовить из нее лесной фастфуд, так называемый. Да, я его так называю. Это опять-таки мои авторские рецепты. Они мне очень годятся, когда мы много ездим летом с выступлениями, с семинарами от моей фитошколы Дивея. Или же когда где-то на даче на любимой, засаженной саженцами, с канала Про Цветок, с интернет-магазина Про Цветок. На даче не всегда есть время, да и желание по жаре готовить, особенно когда хочется там где-то и похудеть, и почиститься, и поработать, и отдохнуть. Что можно сделать? Можно сделать вот такой вот экспресс фастфуд. Берете хлопья, например, рисовые, например, пшенные, быстрого приготовления. Можно картофельные хлопья. Можно взять, например, измельченные сушеные грибочки. Отходы от вашего огорода. Переросшие дотки, высушенные лука, чеснока, сельдерея того же, базилика и сушеную ботву моркови. Все это дело мы измельчаем в виде приправы, добавляем к этим хлопьям рисовым, кукурузным, можно пшенным, да, картофельным. Можно добавить туда сольки, причем сольку можно не просто, а тоже смешанную с какими-то приправами, например, с чабрецом, с аиром, например, с тем же любистоком, да, или пижмой бальзамической. И у нас получается великолепное, почти готовое блюдо. Две-три столовых ложки вот этой вот смеси. Заливаем кипяточком, добавляем ложку масла, и у нас готовая каша утренняя. Можем сделать пожиже, и тогда это будет у нас готовый суп. В любом случае стоит помнить, что картиноиды, да, они извлекают, они жирорастворимые, витамин А жирорастворимый, мы помним. Поэтому если мы хотим использовать ботву морковную именно адресно, в улучшении зрения, в очищении вен, или в улучшении омоложения состояния кожи, то всё-таки лучше добавлять к ней какое-то масло. Или настаивать её на масле, или вот использовать в том же питании, где присутствует масло, масло, которое будет извлекать оттуда полезные вещества. Если же нам необходимо почистить вены, да, при варикозе, при геморрое, если нам необходимо растворить песок и камушки в почках, тогда мы можем смело использовать водные растворы, да, то есть заваривать как чай, применять в пище, и она великолепным образом поможет нашему здоровью. Видите, как интересно. А всего-то бросовый материал – морковная ботва. Собирайте эти рецептики, подписывайтесь на канал Процветок и будьте здоровы!